Итак, 13-го, меньше чем через неделю, после Бородинского сражения, русские войска ранним утром приближаются к Москве. А позиция для армии, которая уменьшила значительно после этой удивительно кровопролитом сражения, занимала фронт 4 километра. Выбрал позицию начальник штаба Соединенных Армий Бениксен. Левый фланг, вернее, правый фланг, он упирался в излучину реки Москвы и напротив деревни Фили. Центр занимал это Волынское и Троицкое села, и левый фланг находился на Воробьевых горах. То есть, вот сейчас можно примерно представить эту картину. Кутузов отправился, а день был погожий, такой же, как вот бабье лето в разгаре. Он отправился впереди армии с тем, чтобы осмотреть выбранную позицию. И остановился на Поклонной горе. Всегда сопровождающего казак, кстати, не донской казак, а из буйских казаков, которые состоялись в главной квартире в конвое. Ему в службу поставили скамейку, и в окружении беседующих генералитета он дожидался донесения. Он отправил ряд офицеров, и в их числе отправился Толь и Барклайбе Толь. Естественно, дал себе труд, несмотря на ту серьезнейшую после изнурения обиды. То есть, он был тяжело болен, лихорадка его трепала. Он, тем не менее, превозмогая себя объехал, дал с труд себя объехать позицию. Он же и свидетельствует, что он был поражен, что это позиция на пересеченной местности. Огромные глубокие овраги. Ряд речи, которые сообщения между частями расположенных войск затрудняют. Резерв стоит из-за того, что именно такой характер огромной возвышенности и пологие места невелики. Резерв, фактически, если начнется сражение, он будет в самом начале уже уничтожен. Сзади река, причем переправа, несколько плавочих мостов, ведущих к Москве. Они на такой высоких, учитывая своеобразие местности, доступны только для отступления пехоты. Но, учитывая огромную крутизну, для артиллерии и кавалерии затруднительно. В итоге, все вело к тому, что при неудачном исходе сражения мы обречены. Он встретил по пути Бениксена и рассказал ему о угрозе, при том, чтобы русские войска оставались на этой выбранной и столь неудачной позиции. А Бениксен, как он пишет, был крайне удивлен, сообщил, что он сам поедет на левом фланг. Но потом выяснилось, что он поехал в центр позиции, где находилась его квартира. После того, как Барклайд доложил о том, что негодная позиция, что она губительна, более того, он даже высказал Бениксену, помним о тех напряженных отношениях между ними, что не для того избрана это была позиция, чтобы погрести русскую армию. Ермолов, начальник штаба 1-го западной армии, также осматривал и приехал и сообщил, что она негодится, что она гибельна. И, выслушав его, это очень примечательно, Кутузов спрашивает, не болен ли он, и берет его руку, считает его пульс. После этого приехал Толь, который сообщил также о негодности этой позиции. И Кутузов, не принимая никаких решений, а здесь он встретился с Ростопчаным впервые, главнокомандующим Москвы. А при этом положение, напомним слушателям, относительно того, что во всех прежних обращениях и к народу, к обществу, и письмах, и к генералитету, и Ростопчану, и царю, что все будет делаться для того, чтобы остановить врага и спасти Москву. А здесь, то есть он знает, что ему придется оставить Москву, все так складывается, но он по-прежнему скрывает истинное свое настроение и ждет, так сказать, мнений со стороны. Затем, отправившись вторично, то ли осмотрев все эти возможности, все достоинства и недостатки позиций, которые решили завести укрепление, расположив артиллерию, но в любом случае, эти 4 километра армия растянута, силы невелики, действительно, великий риск с тем, чтобы в случае принятия сражения... А насколько стремительно надвигалась французская армия? Французские войска, если наш арьер-гард был на Сетоне, то они неподалеку. Но такого особого натиска, после того, как мы их хорошо отразили прежде, накануне буквально, не было такого горячего натиска. То есть опасности просто стремительные и неотвратимые, а так исходов даже почти не было. Не было, но кто на войне же, никто не гарантирует, что этого не произойдет. В итоге уже время приходило во второй половине, и приехал, я специально хочу обратить внимание, акценты, вторично после осмотра позиций приехал генерал-квартельмейстер 1-й Соединенных Армий, Карл Федорович Тро, любимый ученик и доверенное лицо фирмен-маршала, который сообщил, что негодна позиция, и спросил его, это очень примечательно, возможно ли отступление с этой позиции на Старую Калужскую дорогу. На что ему и Ермолов ответили, что если неприятеля атакуют, то он отрежет нас от этой, то есть там не даст возможность отойти, там будет просто разгром. В итоге, не принимая никаких решений, Кутузов встает, и при этом рядом с ним находился Евгений Вертюмбергский, принц, и мы помним, являющийся племянником Марии Федоровны, пользуясь их расположением, и думаю, он ему не случайно, благодаря родству царской фамилии, говорит ему по-французски, склонившись к нему, что в настоящий момент ему придется решать, при этом, плохо ли он или умен, но ему придется выносить решение. С этим он отъезжает, и потом корпусные все командиры и генералитет уведомляются, что к пяти часам в Фили, в избе, который занимает светлейший, состоится совет. Совет, естественно, принятие решений, сам военный совет в затруднительных случаях во время войны, это было введено уставом воинским Петра Первого, и, естественно, это все в рамках закона, когда нужно принять столь сложные и ответственные решения, тем более, что для всех Москва, и все дела, именно для спасения Москвы и отстоять Москву. Здесь мы сталкиваемся с тем, что точного времени есть разноречение, что в пятом часу, это пишет Михаиловский Данилевский, который состоит при Фельмашеле, что в пятом часу были оповещены, никто не знает, в пять ли часов они собрались, известно только, что ждали в течение часа Бениксена, позже Бениксена приехал Толь, и та знаменитая картина, которой мы, всегда у нас возникает образ Кевшенко, Кисти, совет в Филях. Мы в Дилетанте печатаем со всеми, кто на ней изображен. Это не более то, что это всего лишь иллюстрация к художественному произведению Льву Николаевича Толстого «Война и мира». Никто не знает, как в действительности располагались участники этого совета достопамятного. Психологически верно, что сидящий Кутузов не хотел, чтобы свет падал на него. И, опять же, возникает ситуация так, что из указанных источниками, мы знаем точно, что был участником этого совета генерал от кавалерии барон Бениксен, Кандатьер, Гоноверец, мы об этом, видимо, тоже уже говорили и знают наши слушатели. Также присутствовал полный генерал докторов. Находились генерал-лейтенант Кановницын, Астерманд Толстой, Уваров, его периодически забывают, что он был. Приехал позже Толь, как говорили, и был Кайсаров, который полковник, доверенное также лицо дежурной. Он исполнил должность дежурного генерала при Кутузове. Кроме того, естественно, Барклайд и Толли, и то, что его действительно лихорадило, он накинул, подтверждается источниками. Несмотря на то, что долго ждали, а, может быть, именно того, что вы ждали, Бениксен считает нужным перехватить инициативу и задает вопрос. Выгодно, предпочтительнее, то есть два варианта. Выгодно ли принять сражение или уступить неприятелю Москву? Обрушился совсем со своим сарказмом на подобную постановку вопроса светлейший. Сказал, что так не ставить, нельзя ставить. Вопрос стоит иначе, прежде чем формулировать вопрос, ради чего собрались, генералитет, призван. Нужно предысторию, сложившись ситуации. И он дал характер в том, что сам ход всех событий говорит о том, что речь идет не о спасении Москвы, а речь идет о спасении армии. Что только боеспособность, сохранение боеспособной армии позволяет рассчитывать на дальнейший успех. Ну, то есть Кутузов и к сути обращается, а с другой стороны он подавляет инициативу Бениксена. Да, тут же, и он и должен. Более того, я должен сказать, что здесь интрига. Несмотря на то, что он назначен начальником главного штаба и является фактически вторым лицом в армии, он не пользуется его доверием. Более того, тот о многом и не знает о тех решениях, которые уже приняты или будут потом впоследствии приниматься. И все время идет, учитывая, что чем больше будет допущено светлейшим ошибок, тем больше шансов, что именно команду над армией примет Бениксен. Он чисто любив, и у него же был опыт командования и действий наполовину успешных против армии в седьмом году Наполеона. И формулирует он следующим образом. Оставаться ли на невыгодной позиции или оставить, отступить, оставить Москву. Первым высказывается Барклай-де-Толли. И Барклай-де-Толли продолжает, что это гибельная позиция, что подтверждает тоже мысль, что Кутузова, они в этом солидарны, что только спасение армии, сохранение армии позволяет в дальнейшем дотечь успеха и переломить ход войны. И предлагает отступать на Владимир и Нижний Новгород. Считаю, что это позволит удерживать связь между двумя армиями и, я имею в виду, между петербургским направлением Витгештейном, Чичаговым, Тормасовым. Хотя уже армию Тормасову сдал, он приехал в главную квартиру Кутузову. И за отступление, оставление Москвы. Затем берет слово Бениксен. Он продолжает говорить, что если оставить Москву, как очень подчеркнул, священный русский город. Неужели мы, русские, озвучать в слова... То есть немец начинает говорить с патетикой русским. Неужели мы, русские, уступим Москву, каково будет мнение при дворе, каков будет ущерб именитым, то есть и знатным, и вообще ущерб при оставлении Москвы. Не будет ли это интерпретироваться, что не победу мы одержали при Бородино, и что ради чего стоило и прежде тогда так биться. И он предлагает, если считается, что позиция не столь удачно выбрана им, то, зная о том, что Наполеон, два корпуса, Евгений Багарне и Понятовск, он оправил с обоих флангов в обход русских войск, что он, силы его невелики, и сделать перегруппировку, а уже время-то близится к ночи, и атаковать. По центру? Да. Ему Барклай из зоны говорит, что если вы хотели подобный план предложить, нужно об этом говорить, еще было в первое, ну, утром. А учитывая разобщенность и то, что сейчас уже темно, и несвойственно, то есть лучшие командиры, то есть он подчеркнул ту ситуацию, которая произошла в русской армии после Бородино, что полками командуют капитаны, бригадами полковники, малоопытные, и что все эти новые перестроения, изменения приведут к сумятице, и в итоге из этого ничего. Нет автоматизма, нет опыта, выбито слишком много командиров настоящего. Предложение атаковать поддерживает Коновницын, если мы помним, что Малаша, он улыбался и строил гримасы, которые заправлял ее. Затем это же поддерживает идею биться Емолов, и здесь есть разноречение позиции Астермана, что с одной стороны утверждается, что Астерман тоже предлагал, но другие источники, опровергая, что Астерман также стал говорить, что в России, не в Москве, а что именно сохранение армии позволит дальше достичь успеха. И Ермолов оправдывает себя, что после того, как щупали у него пульс, и потом, что он младший генерал, он в чене генерала-майора, что он не хотел. Но он не хотел принимать ответственность, что он будет счастливать тех, кто за сдачу Москвы. А в этом же духе высказывается Уваров, генерал-адъютант, и Докторов поддерживает мнение Барклая де Толь и приехавший из арьергарда Раевский. Он приехал позже всех. Вот, кстати, это ответ на вопрос, был ли Раевский. Был, но позже. Не было Платова. Не было Платова. Утверждения, что Платов был, нет. Александр Валькович, мы продолжим через пять минут. Гроза 12-го года. На эхе Москвы. Гроза 12-го года. На эхе Москвы. Так, мы видим сейчас вместе с Александром Вальковичем, мы видим, что в филях существует, ну, несмотря на то, что культура предлагает постановку вопроса более там отстоящего времени, то есть рассмотреть все предыстории, но сводится к тому, что предлагается еще и атаковать. Даже раз, раз несколько, а Наполеон растянул два корпуса, он по флангам, да, и что можно атаковать в центре позиции Наполеоновской. Да, но я хочу завершить тему, кого не было. Не был исполнен генералов Милорадович, ибо он в это время сдерживал, то есть командовал оригардом, и его присутствие там было необходимо. И еще раз, несмотря на то, что периодически в различных изданиях упоминается Платов, источники не подтверждают его присутствие на этом совете. Когда мнения спрашивались, то Толь предложил, сместив влево русские войска и заняв позицию на Воробьевых горах и к Старой Калужской дороге, к Старой Калужской боевой порядок должен был идти параллельно, атаковать тоже, и если неудачно, то отступать. Но здесь опровергли, что затруднено будет это уже отступление. Когда говорил об атаке, то здесь примечательно спросил Астерману Бениксена, бесхитростно ли бы это, уверен ли он в успехе этой атаки. На что тут пренебрежительно, с хладнокровием, но с неким пренебрежением. Мы напомним, что об Астермании ходили разные вещи, что он не совсем, скажем так, бывали приступы. Скажем, не то что, ну, то есть и... Ну, не совсем адекватен. Да, скажем мягко так, да. Он сказал, что для того и собран, и он призван на этот совет, что если бы никто не сомневался, то тогда бы это не обсуждали. А позже всех приехавший Раевский приезжает на совет, присаживается, и Кутузов, дабы не повторять все, он предлагает Ермолова рассказать, ввести в суть дело, с тем, чтобы услышать мнение прославленного генерала. Так что, в отличие от описания романа, Иван Николаевич, напомню, он там не сидел в числе других и нервно не теребил свои бакенбарды. Выслушав Ермола, вот он сказал, что действительно, ну, то, что он выразился в России не в сынах, а не в Москве, и что мнение... Он также считает, что если предлагаться сейчас атаковать, и ночное время, и несвойственно, как же он сказал, недостаточно способны к маневру войска, и успеха здесь не сулит подобная атака. Поэтому он придерживается того мнения, что нужно отступать. Продолжалось заседание достаточно долго, и Кутузов, а, кстати, большая часть разговора шла на русском, сочетаясь с французским, когда, предлагая варианты, чтобы все-таки принять сражение, отстаивая свою точку зрения, Карл Федорович Птоль, он говорил, что очень гибельно путь отступать через Москву, город. Здесь он ему на это светлейший говорит по-французски, что вы боитесь отступать через Москву, а для меня это промысел божий. Провидение. Наполеон подобен бурному потоку, но именно Москва вберет его в себя, как губка в воду. И трудно ему потом будет все это выжить. Поэтому, после выслушив все эти мнения, Кайсаров не высказывался, а он фиксировал. И потом некоторые исследователи сомневались, вообще присутствовал ли он. Он, забыв, что он все-таки был облечен доверием, был дежурным генералом. Ему по должности необходимо быть. Но протокол никто не вел. Этого тоже примечательно. В итоге он говорит знаменательные слова, что спасение России не в Москве, что необходимо соединиться с подкреплениями и продолжить кампанию и с честью одержать верх над неприятелем. Он говорит не о горшках разбитых, он говорит относительно, что ему нести ответственность. И он приказывает отступать. Отступать на Рязанскую дорогу. Это для всех неожиданность. И потом, получив донесение, Александр, один из первых вопросов, который должен был отправляемый в армию, генерал-адъютант Волконский. Почему? На Рязанскую дорогу. А я хочу напомнить, что он... Вы помните, когда объезжал, спросил, возможно ли переход на Старую Калужскую. Он сказал, что этот фланговый переход под угрозой неприятеля на виду чреват гибельными последствиями. Так вот, на Рязанскую дорогу. После того, как генерал расходится, он вызывает генерал-адъютанта Ланского и говорит, что мы отступаем на Рязанскую дорогу, если там у тебя запасы, провианты и все продовольствие. Тот говорит, что будут, но все основные запасы стянут экологии. Задумавшись, Кутузов ему говорит, тогда завтра, как придем на место после перехода, к этому вновь вернемся. Он остается один. Потом Шрейдер, который его известен еще по турецкой компании, прежде с ним, видит, как он сидит и задумавшись. Шрейдер, полковник, спрашивает у Светлейшего, где остановимся? Тот его не слышит. И как раз вот это выражение, будут они еще лошадиные, как турки, мясо жрать, это как раз он тогда и говорит. Уходит, и Кайсаров, и Шрейдер свидетельствуют, что Светлейший не спал, и они слышали плач. Не от того, что... То есть, вот для Москва, для всех это святыня, безусловно. И то решение, которое именно ему пришлось принимать, хотя со злорадством в записках Ермолов, а он не любит Светлейшего за... Ну, есть у него основания не любить его, что когда выступал первым, не первым, а полемизировал с Бенихсеном Барклай де Толли и предлагал отступать, оставить Москву, он заметил удовольствие на лице Светлейшего, что не ему принадлежит первым эта мысль. Ну, так это и было. Ну, не без того, конечно, нет, но все-таки слишком опытный, тонкий, старый дипломат. Он должен был скрывать, он должен был как скрывать, и, как пишет состоящий при нем Михайловский Данилевский, что он подобно древнеримскому полководцу предпочитал... То есть, если бы подушка знала его мысли, он бы обходился без нее. В итоге он вынужден был скрывать, потому что настроение, ясно, армии, и полная неожиданность, когда дается приказ выступать первым колонном, вернее, первой части войск, они шли одной колонной в два часа ночи, и вот неожиданно готовились к бою, неожиданный приказ идти через Москву. И все пишут о том унынии, который охватило войска. Кто-то говорил, что стыдно носить мундир, угрюмый, где-то тоже раздавался вредок плач. Проходя через Москву, шли одной колонной, а Кутузов у Арбатских ворот спросил из своих ординарцев свитых, кто из них москвич, и кто может его вывести, чтобы ни с кем он не столкнулся. Его выводят, и он только на Явском мосту, где сгрудились от покидающего Москву жители и войска, и там неистывал главнокомандующий Ростопчин, расчищая дорогу здесь. А до этого же он был заверен, что будем биться, и здесь мы ляжем. Как в Москве узнали, конкретно бумага пришла? Он уведомил Ростопчина, он уведомил в ночь, и для него была неожиданность. Единственное, что могу сказать, Ростопчин уверял и светлейшую все окружение, что а что ее защищать? Все ценные вещи, все сокровища казны вывезены, меньшая часть жителей здесь осталась, и погребен под руинами. Он не скрывал от этого, пишет Евгений Багарне, ой, Евгений Вертюнбергский, и, простите, уже оговариваюсь, и об этом пишет Ермолов, то есть, что Москва и была некая спокойная. Единственное, в смысле, что не так большого ущерба, если оставлять Москву. Единственное, можно сказать, что значительная часть раненых поступала после Бродюнова в Москву, и они были отставлены, и значительная часть этой вставили в вину Кутузову. Часть из них погибнет, но не столь великое ее преувеличило. Там было 7 тысяч, ее увеличивали до 20 и более. Сейчас понятно, сколько погибло раненых. В общей сложности из 7 тысяч погибло где-то больше половины. Ну да, тысяча четыре примерно. Дело в том, что он уже, принимая решение, уже отправлял подкрепление именно Калуги и Стульской. Ну, сейчас мы потом, да, дальше о фланговом марше. Но важно одно, что именно тогда войска впервые не приветствовали его. В рядах шел разговор, куда он нас завел, и почему нам здесь не всем не погибнуть. Как мы можем оставлять Москву. То есть, вот этот литмотив, который был на Бродинском поле, он продолжается и дальше. Да, кстати, в скобках здесь вопрос о разных позициях. Не обсуждалась ли позиция за Москвой рекой для обороны. Вообще не рассматривалась возможность сражения в самой Москве, то есть, уличных боев? Нет, такая возможность не рассматривалась. А потом тогда и никто, кроме Сарагоса, подобного битвы за город сравнивает. То есть, никому в голову это не приходило. Более того, прерываться будет связь. Для этого нужно, чтобы были и местные жители. А местных жителей дезориентированы. Но, вернее, и Ростопщин не знают. И до последнего он в ночь, отправленным курьером, ему, причем с некой издевкой, Москва будет оставлена и просьба прислать проводников. Для него это не случайно, что вот все накопившееся, он потом в этих письмах, где он уже, естественно, пристрастно оценит вообще всю деятельность Кутузова. Подобного варианта, то есть, сражаться в Москве нет. Это только... То есть, это немыслимо. Это немыслимо. Это находится за пределами тогдашних представлений боевых действий. Да. Единственное, когда предписано же одновременно вот на ночь распоряжение, это предписано Майлорадовичу сдержать натиск врага. И как считается, что в Макеавеллиске была сформулирована эта мысль с родни Макеавелли Ермоловым. Почтить древнюю столицу видом сражения. Это очень возмутило Майлорадовича. И там получалось так, что настолько теснили авангард Мюрата, что часть войск, два кавалерийских корпуса, оказались отрезанными от основных своих частей Риргарда. И тогда вот как раз вмешательство Милорадовича, когда он на коне, встречаются с Себастьяне, и они уславливаются. И себастьяне должны признать, что оказывают любезность французы, позволяя Риргарду отступать. Но они уже в преддверии, что Москва-то сдана, так и завершается кампания. То есть у них мысли не было, что это только продолжается все. Поэтому они могли себе... А вы представляли себе, что армия оставляет Москву? А в тот момент, когда они уже у Дорогомилова в Риргарде снят, и тогда как раз Милорадович говорит, что он погребет под руинами себя, но и войска, и будет сражаться в Москве. Эта угроза сыграла свою роль на Мюрата и на Наполеона. В итоге переход совершился, где остановились в планке. И фактически... То есть все происходило 14-го. 15-го, от того, что не продолжалось никакого натиска с французской стороны, они недовольствовались тем, что вступали в Москву, дабы отсталых, а их было немало. Здесь, кстати, появляется много мародеров, именно вот от всего настроения. Часть отлучаются, разбивают кабаки вместе с народом, с рукожителями. Он дает Ростах войскам с тем, чтобы отсталые подошли. И дальше мы неспешно идем по Рязанской дороге, а спустя два перехода мы неожиданно поворачиваем уже на Подольск. При этом мы это делаем ночью, а Мюрат, который продолжает сопровождать неспеша Арьергард, ему и Арьергард сворачивают ночью в этом же направлении, но под предписанию Кутузова предписано, в это время Аевский принимает команду, чтобы казачий отряд, один или два полка, продолжали это движение. И фактически 9 на 9 французов стремились в Рязанской дороге. Мы уже потом перешли на Старую Калужскую, и потом на Новую Калужскую, вот на Наре, Тарутинский марш, наш маневр. Французы на 9 дней потеряли русские войска. Более того, когда переходили на Тульскую, так же отряд казачьи отправили туда. То есть Наполеон вынужден был несколько отрядов по трем направлениям в поисках армии. А Наполеон хотел найти армию? Хотел. Сразу. А как же быть неизвестным? Нет, как быть неизвестным? Не добить. Ну, он должен знать, где находится... Хотел определить. Да, где находится противник. Чтобы знать, где противник при занятии Москвы и откуда... Безусловно. А на 9 дней. Ага, ну, на 9 дней. Мы, кстати говоря, все даты мы приводим сейчас по новому стилю. По новому стилю. По новому стилю, да, чтобы не путаться. И этот знаменитый фланговый марш, Тарутинский фланговый марш продолжался 2,5 недели. И 3 октября мы занимаем выгодную позицию, хотя ее достоинство, естественно, должен был преуменьшать Бениксен. После всех горячих дебатов тот сказал, вам нравилась ваша позиция, светлейший, говорит Бениксенов, при Фриланде. А мне нравится это. Напоминает он. Да, да, да. Вот это знаменитое, кстати. В итоге, благодаря этому маршу, искусственно совершенному, мы смогли прикрыть все, то есть наши базы, Турский оружейный завод, большие продовольственные запасы в Калуге, угрожать сообщением, коммуникации, идущих к Смоленску и дали, и лишать возможности каких-то диверсий против Петербурга. То есть сам Наполеон вынужден был признать, что это прекрасный маневр. И там подкрепление, ну, а из числа и бытовых, то есть подвоз, куча купцов, торговцев, возят все припасы, бойко торгуют. И в числе разнообразия стола, это пишет ординарец Александр Голицын, канагвардеец, который в течение всей кампании состоял при Кутузове, попутчивый ухой стерлядей. На вопрос светильнейшего откуда, а это вот калужские купцы, и батюшка будет каждый день вам подоставлять. А это самое вкусное и дорогое, это лакомство. И была у него тревога, когда поставлял Москву, что из Орергарда Милорадовича приезжают адъютанты, сообщают, что угроза сражения и требует подкрепления. Потом, в последнее время, приезжает Потемкин, будущий знаменитый командир Семеновского полка, Яков Полковник, сообщает, что эту угрозу миновало. Но нужно было быть в Орергарде Милорадовиче, вот этому, скажем так, столь же решителен и вот с бравадой, как и Мюрат. Вот они действительно, когда описывают их встречи на биваках, на аванпостах, вернее, тот, о чем язвительно пишет Ермолов, три шалер несовпадающих цветов обматанных, а другой в шутовском, в амарантовых риту, в меховой накидке, полуиспанец, полет, вот они были достойны друг друга. Храбрецы, естественно, с галантностью и прочее, а прояву, то есть после вас, вот не угодно ли вам вот эту позицию, мы готовы вам уступить, но вот после, так сказать, полудня, либо после обеда, описывают, что он был настолько уже, решил Милорадович, что все, как говорится, спокойно и нет, настойчиво на отецка неприятеля, что расположился в господском доме, оставленном обедать, пригласил своих генералов, и случайно выглянувший адъютант увидел, что отряд прусских гусар въехал, и они сейчас будут пленены, окружены, но они пробились. Ну, так что вот здесь такое сочетание и трагизма, и драматизма, ну и вот... Вообще, это достойно отдельного какого-то изложения, вот действия арьергардов. Арьергардов и какова жизнь, да. Да, и сколько вот мы и в наших передачах мы говорим, когда говорили о предыстории, о предыдущих войнах, и вот какой мастер арьергардных боев был Багратион. И Барклай де Толь. Барклай, вот здесь разные, и вот это совершенно особое, совершенно... Игран Палин, он был потрясающий, и, кстати, именно в арьергардных ответственности груз, что он сдерживал натиск сильнейшего врага Витебска и привела к тому, что он слег. Вообще, действительно, это повод для хорошей диссертации, потом обработанную в хорошую популярную книгу, потому что это особая стать какая-то. Безусловно. Это особая стать, вот эти не основные действия. Умение здесь и знать возможность своего войска, решимость и умение действительно давать возможность армии не только отдыхать, несколько километров же тебя разделяло, и ты должен быть и спокойный, и холоднокровен, и решим. — Важная вещь еще, как было, и об этом много спрашивают у нас, как было воспринято императором, как было, имею в виду, Александром, как было воспринято решение оставить Москву, насколько это было понятно, насколько это сказалось на отношениях с Кутузовым и к Кутузовым? — Бениксен направил тут же письмо ночью, где он говорил о принятом решении, рассчитывая, что государь, то есть весь кредит, тот доверие, и та вынужденная мера, что был назначен командующим, главнокомандующим Кутузов, он рассчитывал, что это приведет к тому, к отставке. На это надеялись многие, кто и поддерживал партию Бениксена. — Это для него была неожиданность. Кутузов известил его спустя два дня после оставления Москвы, пока и отправил полковника Мишо с ардинской службы. Он несколько раз ездил в Петербург, и его манера подать дурную весть, она сыграла свою роль. — В итоге, естественно, это могло только удручить, но та уверенность и те слова, которые нашел в своем донесении, что, опять же, та формулировка не в Москве, Россия, а в боеспособной армии, но позволила принять это как вынужденную меру, который с уверенностью с тем, что изменится, что эта искупительная жертва будет принесена не напрасно. Но это не поколебало решимость Александра продолжать войну до успешности. — Продолжать войну. И здесь, кстати говоря, очень интересная психологическая ситуация, вот важность донесения, важность формулировок, может быть, даже ярких, иногда слишком ярких для сухого донесения. — Александру тоже нужна была надежда, и нужны были какие-то формулировки, ему не нужно было, скажем так, администрировать, мадурствовать здесь. Ему нужна была, он пытался нащупать перспективу. А какая в этом перспектива? — Для этого он отправляет в армию именно своего ближайшего доверенное лицо, генерала-адъютанта Волконского, Петра Михайловича, которому мы рассказывали, что он выяснил, то есть прежде чем принимать решение об остранении Кутузовой, или, так сказать, давать ему дальнейшую полномочию, он отправляет свое доверенное лицо, которое сообщает ему то, что в действительности происходит, и говорит об интригах. Барклай покидает армию, вынужден покидать, когда мы уже, еще накануне нашего перехода за Нару и на Тарутинской позиции, а на Красной Пахре, то есть вот это все в окружении, не случайно в Подольске также отмечают, и есть улица Кутузова, события связаны с 2012 годом. — Вот здесь нам пишет, жаль, что мало обращать внимания на Тарутинский маневр, ведь им Кутузов переиграл. Да, переиграл, и обращаем внимание, вот тем и занимаемся. — Да. — Тимаемся. Спасибо, Александр Михайлович, Александр Валькович, президент Международной войны и исторической ассоциации. Мы продолжаем.